Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги. Название, мне кажется, не совсем корректным получилось, потому что текст доклада много раз переделывался, и смысл даже доклада чуть-чуть коррегировался. Речь идет об компрессионных анастомозах, а они известны уже давно. И для этого использовались уже 130 лет назад. В первую очередь это пуговка Мёрфи. Пуговка Мёрфи состоит из двух частей. Одна часть вшивалась в одну часть кишки, другая в другую, потом эта пуговка захлопывалась и образовывалась компрессия циркулярно кишке. За время отторжения пуговки вместе с некротизирующейся стенкой кишко стенки кишки плотно сращивались и образовывался такой гладенький канал. Это вообще, конечно, феноменально. Надо отдать должное чикаговскому хирургу Мёрфи. Но дальше пошли магниты, никелит-титан. Вот в Томске, например, во время операции ставят скрепку или клипсу, соединяющую холедах и двенадцатиперстную кишку. И потом, когда эта клипса отваливается, образуется такой канал анастомоз с гладкими краями. Но все эти манипуляции делались при открытой хирургии. В начале 80-х годов, и это является ноу-хау наша отечественная разработка, ей занимался и занимается Михаил Варламович, аварьяне, созданы такие магниты из такой силы, что они очень тоненькие, можно уже их было вводить не открытым путем, а рентгенохирургически. Этих операций сначала, конечно, апробировано на эксперименте в начале 80-х годов, и с 1988 года это внедрено в клиническую практику. Значит, здесь нюанс. Все остальное делалось только открытым путем, а это ноу-хау именно с помощью малоинвазивной технологии. Так вот, уже выполнено таких операций 62. Но в данном случае речь идет о более тяжелой группе больных, которым можно было помочь только с помощью этой технологии. Это больные. Ну вот, видна технология этого компрессионного анастомоза. Два магнита соединяются между собой, возникает пролежень, края трубчатых органов как бы свариваются, сращаются, и потом магниты естественным путем выходят наружу, образуется такой ровненький, гладенький анастомоз. Но речь идет о тяжелейшей группе больных. Девять больных, восемь из которых получили тяжелейшие послеоперационные осложнения. Один больной с бета-клеточной лимфомой после высокодозной химиотерапии получил осложнения в виде склероза и рубцевания забрюшенной клетчатки из-за давления желчных протоков. И одна больная, которая поступила к нам с желтухой, с аденомой дистальной отдела холедыха во время холангиостомии канал катетера прошел через мальформации, о которых мы не знали. Было профузное кровотечение, и эти кровотечения мы заэмболизировали. Но оперировать эту больную было невозможно, потому что у нее в анамнезе был тяжелейший панкеронекроз. Так вот, из этих девяти больных конечным этапом была механическая желтуха по различной причине. Либо рубцевание гепатикоэнтера, различных гепатико-кишечных или 12-перстно-кишечных анастомозов, ранение протоков, сдавление желчных протоков рубцами. И один больной после гастроктомии и спленоктомии, это с опухолью желудка. У него в послеоперационном периоде развился подпеченочный абсцесс, перфорации тонкой кишки, множественные релопротомии, спаечный процесс. И конечным результатом этого оказался наружный тонкокишечный незаживающий свитч. Вот картинка. Из девяти больных конечным результатом был только магнитный анастомоз, завершающим этапом. В четырех случаях он был промежуточным этапом, потому что в результате спаечного процесса либо процесса рубцевания эти созданные удачно магнитные анастомозы просто облитерировались. И пришлось им ставить катушечные нитиноловые стенты. Вот больной стрелкой отмечен канал наружного тонкокишечного незаживающего свища. В приводящую кишку установлен один магнит, в отводящую кишку другой магнит. И в дальнейшем, после формирования магнитного анастомоза, вот это схематически выглядит как, возник байпас. Схематически это выглядит так. Сначала пытались трубкой зарастить наружный свищевой ход. Возник байпас и разгружена петля, которая как раз и подходит к этому свищу. Вот видно, что свищ благополучно сам облитерировался. Вот в случае после ГПДР возник рубцовая окклюзия общего печеночного желстного протока. Удалось с помощью через эндоскоп подвести один магнит в приводящую петлю тонкой кишки. Другой магнит введен через холангиостомический канал. Магниты друг друга нашли, создалось окошко и вот эндоскопическая картина этого окошка. Больной 12 лет с гепноцеллюлярным раком левой доли печени. Во время оперативного лечения оказалось, что кроме левосторонней гемогипотоктомии необходимо было выполнить лимфодисекцию и тромбоктомию из воротной вены. В послеоперационном периоде возник желчный перитонит. Неоднократные релопаротомии эффекта не дали. То есть прошивание края резекции печени все равно заканчивалось желчеистечением. Ревизия во время операции гепатикоэнтероностомоза тоже не дала результата. Поэтому больному наложена холангиостома. И видно, что имеется большой дефект. То есть диастаз 2,5 см между правым долевым протоком и дистальной частью холедоха. У больного развивается спаечная непроходимость. И во время ликвидации этой спаечной непроходимости оперативным путем к передней брюшной стенке подшивается петля, которая подходит как раз к зоне анастомоза. В эту петлю через эндростомический канал введен один магнит. Второй магнит введен в желчные протоки. И создано окошко за счет магнитного анастомоза. У больного в дальнейшем были удалены все дренажи. И больной был выписан. И вот больная хронология специально демонстрирует, что это только часть того, что с ней происходило в результате заболевания. Это больная с герминогенной опухолью стенки 12-перстной кишки. Вот такая вот большая опухоль. Ей выполнена резекция 12-перстной кишки вместе с опухолью. Результатом этой резекции был панкреонекроз, развитие наружного панкреатического свища, расплавление клетчатки в правом латеральном канале и с расплавлением мочеточника. Мочеточник установлен джей-джей-стенд. Но после многих манипуляций все-таки панкреонекроз удалось купировать. У больной развивается желтуха. Больному устанавливается холангиостомический дренаж. И видно, что выход из холедоха непроходим. Тогда наложен магнитный аностомоз, дабы через желудок легко зашли в 12-перстную кишку, поставили один магнит, через желчные протоки другой магнит. И правда не в те сроки, которые, как правило, возникает это окошко, это 6-7 дней, а через 13 дней у нее все-таки сформировался магнитный аностомоз. Это магниты, естественно, путем уже в сигмовидной кишке. Однако через некоторое время больной разобновляется желтуха. Кроме всего прочего, у нее оказалось, что желчный пузырь забит мелкими камнями. Эти камни мигрируют в холедах, и окошко заросло. Тогда принято решение, что совместно с эндоскопистами, во-первых, дренирован желчный пузырь, из него эвакуирована часть желчных камней. Совместно с эндоскопистами, иглой роши, через желчный проток, модифицированный иглой роши, то есть не острием, а затупленным концом, а прокол осуществлялся заостренным мандрином. Выполнены пункции из холедаха в 12-перстную кишку. Установлен сначала одного диаметра дренаж, затем другого. Создан канал, канал баллоном расширен. Вот баллон расширяется. И в этот канал установлен катушечный стенд из никелит-титана. Вот этот стенд формируется с помощью баллона. И видно, что через этот стенд осуществляется хороший пассаж желчи в 12-перстную кишку. Через этот стенд параллельно удаляются остатки камней из желчного пузыря. Вот корзинкой удаляется камень. А три камешка, которые были в протоке желчного пузыря, дистанционно, ультразвуком разрушаются. Вот картина регено-хирургическая, что стенд хорошо проходим. Вот окошко, созданное магнитными анастомозами. Это до того, как оно заросло. Вот эндоскоп введен через это окошко. Видно слияние долевых протоков и желчный дренаж. Это эндоскопический контроль во время пункции из желчного протока в 12-перстную кишку. Вот игла проминает стенку 12-перстной кишки. Вот игла вышла в просвет. По проводнику произведена замена на наружно-внутренний дренаж. Потом заменен дренаж на 12 френч. И эндоскопический контроль стентирования созданного канала. Через этот канал стало выходить много желчных камней. Но через некоторое время при эндоскопии увидели, что катушечный стенд стал обрастать грануляциями. Поэтому стенд в стенд установлен. Второй стенд такой же, но полностью покрытый снаружи оболочкой. Вот через импултационную канюлю выходит кишечная часть стента. Вот стенд полностью расправился. Канюля удалена и стенд полностью проходим. При контроле при эндоскопическом через год, через 13 лет стенд остается полностью проходим. Таким образом достигнуто то, что больная полностью достигнула добиться полной бытовой социальной и трудовой реабилитации. И в заключении хочу сказать, что именно вот у такой тяжелой группы больных и демонстрация этих девяти наблюдений говорит о творческом, нетрадиционном подходе, что, в общем-то, заключилось успехом. И во всех девяти случаях мы достигли желаемого. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Валерий Андреевич. Вопросы, пожалуйста.